Беларусь стала лидером ЕАЭС по росту промышленного производства в январе-мая 2023-го. Увеличилась чистая прибыль, выросла рентабельность продаж, снизилась долговая нагрузка. Всё это стало результатом совместной работы правительства, менеджмента предприятий. Флагманы быстро перестроили свои бизнес-процессы и переориентировались на новые рынки в условиях санкций. В Беларуси стартовала выдача сертификатов ЦТМ. Забирать их нужно в том же пункте, где абитуриент проходил экзамен. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, аттестат или диплом, а также пропуск с отметкой «Тестирование прошёл». Результат, к слову, могут забрать и родители выпускникам. В таком случае понадобится ещё паспорт, а также свидетельство о рождении. Порывистый ветер и грузы, обещают синоптики, в пятницу. Ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Днём столбик термометра поднимется до 25. В субботу и воскресенье станет ещё жарче. Воздух прогреется до 27 градусов. В Могилёвской области все районы приступили к массовой уборке от зимого ячменя. Этой культурой засеяно почти 49 тысяч гектаров. Наличие необходимой техники и кадров, соблюдение сроков – всё это, уверены специалисты, поможет добиться высоких результатов в битве за хороший урожай. К слову, на жатве будет задействовано свыше тысячи комбайнов. За прошедшие сутки в Могилёвской области вода унесла жизни двух человек. Одно ЧП случилось в Бобруйске. В четырёх метрах от берега Березины начал тонуть мужчина. Рядом находился рыбак, который его и вытащил. Скорую и МЧС вызвали очевидцы. Однако спасти жизни 37-летнего местного жителя не удалось.